Здравствуйте, уважаемые друзья! После очередного посещения меня моими друзьями, я обнаружил, что у меня практически не осталось вот таких приманочек, которых называют наши заокеанские друзья Хоппер. Учитывая то, что не сезон, но все равно связать необходимо, я хочу с вами поделиться. Но свяжем мы с вами несколько другого, более симпатичнее Хоппера, который напоминает нам, будет напоминать жучка, которого сдуло ветром. Давайте приступим. Крючок я взял Тимка 200Р, номер 12. Особенность его в том, что я подогнул еще немножко колечко, для того, чтобы мне было удобно работать. Крючки такого плана, они и подразумеваются, обычно пишут на них, как я уже вам неоднократно показывал, у фирмы Страйк, они обычно вот пишут Хоппер. То есть конкретно предназначено для таких приманок. Давайте приступим. Совсем немножечко нанесем клей на цевьё и сделаем подложку из нитки. Стараемся не выполнять очень много оборотов, так как у нас мушка сухая и предназначена для того, чтобы как можно лучше плавать. Желательно нам её ничем не утяжелять. И с вами проматываем до начала загиба. Здесь начнем крепить первые наши элементы. Подберем теперь даббинг. И, как обычно, я вначале закреплю вот такой люрекс. Как я говорил, уже он напоминает нам материал Юнифлосс. Закрепили, промотаем его до места, где мы будем с вами начинать изготавливать тело приблизительно до уже вот так середины нашего загиба. Если по каким-либо причинам у вас нет соответствующего крючка, его можно будет выгнуть из другого крючка, который позволяет проволока. Слегка, конечно, подогрев. Тело я буду изготавливать из серого даббинга. Это вычесанный подшерсток с моего любимого кота. Учитывая то, что у нас эта часть должна немножко погружаться в воду, поэтому я её изготавливаю из намокающего материала. Можете изготовить из антрона. Это не столь существенно. Совсем-совсем немножечко, вот так, вот такими маленькими порциями наносим даббинг на нашу нить, разравниваем, и я вот, как обычно, потом беру и начинаю скручивать саму нить. У меня становится плотненький, хороший даббинг. Прокручиваем бобинодержатель, и наша с вами даббинговая нить сразу формируется. Приблизительно вот так. Нить не отпускаем и начинаем формировать с вами тело. Вначале, как говорится, потоньше и приближаясь уже к месту, где мы будем изготавливать с вами грудку, будем немножко добавлять. Не забываем подкручивать, чтобы не было рыхлости. Можно также использовать, как я вам показывал, шерсть, которая продается в наборах. Там тоже штабельное, хорошее волокно нашей шерсти, и очень удобно изготавливать тело. Совсем-совсем немножечко еще мы добавим. Сделаем небольшое здесь как бы утолщение. Подготовим место для крепления наших лапок. Добавляем место для крепления наших лапок. Вот так нам будет вполне достаточно. Ставим крючок в удобное для нас положение. И теперь нашим люрексом проматываем, сегментируем тело. Дошли до крепления в положение нашей грудки. И здесь окончательно уже подхватили, закрепили. Остатки удаляем. Совсем-совсем немножечко добавим на место крепления клея. И в этом месте, друзья, я подготовил вот определенное количество лапок, навязал, которые необходимы нам будут сейчас для изготовления нашей мушки. Берем первую пару наших лапок и примеряем совсем немножечко так, чтобы чуть-чуть заходил за загиб нашей лапки. и с одной стороны стараемся, чтобы они у нас никуда не уходили. Подровняем по длине. Вот приблизительно вот так. Еще чуть-чуть подтянем. Желательно, чтобы наши лапки смотрели назад и вот так как бы слегка вверх. Так, подровняем вторую пару лапок. И теперь окончательно их здесь подхватим. Если у вас по каким-либо причинам они, допустим, расходятся в сторону, это даже будет очень хорошо, учитывая то, что когда насекомое падает на воду, это не самолет, некогда выпускать шасси. Прихватили большими виточками материал, остатки отрезаем. Теперь нам необходимо немножечко нанести клей на место крепления, чтобы наши лапки как можно дольше держались. и место крепления мы вскроем сейчас, добавляя немножечко нашего даббинга. вот так нам будет вполне достаточно. Для изготовления крыла нам, конечно, понадобится или же полипропилен, это специальное волокно, которое не пропускает воду. Я буду изготавливать, я подготовил уже четыре перышка CDC. Сложил вот так, подровнял их края. И теперь будем примерять крыло, которое мы с вами будем изготавливать. Крыло мы крепим вот так вертикально, не по плоскости, а вертикально, как сложили наши четыре перышка. Крыло должно у нас слегка, совсем-совсем немножечко, заходить за край нашего загиба. Притяжной петлей подтягиваем, не отпускаем. Пару-труйку оборотов. Вот приближаем. А длинное перышко, мы с него будем формировать с вами грудку, чтобы была хорошая плавучесть. Закрепил я еще вот такой блестящий элемент по краям, восьмерочкой. Это вот юнимуляр. Посмотрите сами, что у вас есть. Если нет, можно спокойно заменить, как я уже неоднократно изготавливал и показывал вам, из вот такой обыкновенной вот фольги. Теперь нам необходимо с вами, и закрепил еще кусочек вот пленочки, будем формировать чехольчик для нашей мушки. Поставим крючок в удобное для нас положение. Нам необходимо теперь с вами вот оставшимся вот этим пером, которое у нас есть, слегка его уводим в бородки все обратно, подкручиваем, и выполним обмотку буквально парочку оборотов, больше не надо. Так как потом мы будем с вами вязать имитацию лапок. Не доходим до миллиметра, до колечка буквально пару миллиметров. Крепим и остатки отрезаем. Учитывая то, что наша мушка очень серая, и перо CDC плохо видно на дальнем расстоянии, я добавил щепотку вот такого материала. Вот. Что у вас будет в наличии, можете, пожалуйста, и не ставить, если вы будете рыбачить на дистанцию 10-12 метров. Теперь нам необходимо для того, чтобы крепить другие элементы, закрепить наши усы. Мы с вами должны на вот таком коротком участке изготовить грудку, закрепить глазки, закрепить усы, и все остальное. Вымеряем длину, сколько нам необходимо. Буквально одной петлей я подхватываю и оставляю под весом катушки. Разделяю мои бородки пера влево, вправо, и теперь окончательно здесь уже их подхватываю. следим за тем, чтобы они оставались у нас строго над головкой крючка. Вот так. Промотаем немножко дальше и закрепим наши глазки, так как мы уже с вами здесь сильно что-либо крутить не будем. Глазки можно изготавливать как из резинки силиконовой, как я делал, так же вот и из лески. Поэтому я изготовил из лески, учитывая то, что мы здесь будем еще проматывать с вами пером, делать имитацию наших лапок. Наша леска большой вес не придаст нашему жучку. Буквально немножко сильно не стараемся проматывать. Должна выйти вот такая симпатичная конструкция. Капнем капельку клея и подождем пока клей наш прихватится. А за это время нам надо подготовить перышко, чтобы изготовить имитацию лапок. Клей наш уже подсох и я возьму совсем немножечко щепотку вот такого блестящего даббинга спектра. Совсем совсем немножко. Если как я уже неоднократно показывал это вот и в таких наборах и отдельно продается, нам необходимо изготовить грудку так, чтобы до глазок мы уже не возвращались. Как только материал коснулся, сразу начинаем производить обмотку. Грудка у нашего жучка, как всегда у всех, должна быть пышненькая. Вот столько будет вполне достаточно. И теперь нам остается взять нашу пленочку, которую мы блестящую крепили с вами восьмеркой. Аккуратно, чтобы не затащить сюда перо, переломить и удерживая в таком положении закрепить в районе в районе глазок. Перепроверимся. Должны находиться вдоль тела. Немножко нанесем клей, остатки отрежем. Закрепили с вами материалы и я подготовил вот такое перышко. это из шеи петуха из скальпа. Я вам покажу вот такого цвета. Они недорогие, поэтому если есть возможность, можете для себя приобрести как материал. Нет, можно купить допустим в наборах, поэтому проблем никаких нет. если по каким-либо причинам у вас тоже нет такого материала, можно подобрать у себя по меху, посмотреть, какой для вас допустим будет более подходящим, или вот как у меня есть коза, или допустим лиса. Ну, желательно конечно, чтобы мех был несколько пожестче, учитывая то, что мы нашу мушку немножко несбалансировано делаем по плавучести. Задняя часть у нас хорошо будет держаться на воде, а передняя несколько у нас проигрывает, поэтому исходя из этого мы с вами сейчас выполним буквально пару-тройку оборотов для того, чтобы хотя бы немножко нашему жучку придать плавучесть. Вот ровно столько нам вполне достаточно и теперь мы с вами закрепим перо, остатки удалим. Закрепили с вами перо, вот у нас должны выйти приблизительно вот такие ножки. И теперь нам остается только лишь покрыть пленочкой, сделать завершающий узел и наша мушка будет готова. закрепили с вами все элементы. Я подкрасил чехольчик для себя, а не для рыбы. И как вы видите, вот такой необычный хоппер жучок, у которого хорошая плавучесть за счет пера CDC. Далеко будет видно, так как добавили антрон. Думаю, рыбе понравится. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.